Здравствуйте! В эфире новости на телеканале СБС. В студии Телли Гусейн Задей. В начале коротко о главном. Президент Азербайджана находится с официальным визитом в Турцию. После посещения памятника Гейдару Алиеву и Мавзолея Ататюрка в Анкаре состоялась встреча Ильхама Алиева и Раджаба Тайба Эрдогана. Главы двух государств выступили с заявлениями. Слова Пашиняна о том, что право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом, косвенно поддерживает, подтверждает тот факт, что армянская страна продолжает предъявлять территориальные претензии к Азербайджану. Официально Баку прокомментировал последнее заявление армянской премьеры. Власти стран Евросоюза готовятся к возможной победе бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США и обсуждают создание структур, которые могли бы дополнять или служить альтернативой НАТО. Для Франции наступают тяжелые времена. На фоне прогнозов по замедлению экономического роста внутренних и геополитических угроз Парижу придется на 10 миллиардов евро сократить расходы министерств. Проведение выборов на всей суверенной территории Азербайджана имеет особое значение. Об этом заявил сегодня президент Турции Раджапте Пардуган во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхам Малиевым в Анкаре. Поздравив Ильхама Малиева с избранием на пост президента, турецкий лидер высоко оценил первый официальный визит главы государства в Турцию. Президент Азербайджана прибыл в Турцию с официальным визитом. В Анкаре Ильхам Малиев и Раджапте Пардуган провели встречу тет-а-тет, ну а затем по завершении встречи в расширенном составе стороны подписали двусторонние соглашения и провели совместную пресс-конференцию. Церемония официальной встречи Ильхама Малиева и Раджапте Пардугана прошла во дворце турецкого лидера Кюллие. В честь президентов Азербайджана и Турции под залпы артиллерийских орудий прозвучали гимны двух стран. Ранее глава государства посетил в Анкаре мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой республики Мустафа Кемель Ататюрк, а также памятник общенационального лидера Гейдара Алиева в парке Гейдара Алиева в Анкаре. Ну а об Азербайджан и турецких взаимоотношениях мы поговорим с Керим Хасом, кандидатом политических наук. Здравствуйте, господин Хас. Здравствуйте, добрый день. Ну вот как заявил сегодня Ильхам Алиев на совместной пресс-конференции с турецким лидером, сегодня турецко-азербайджанское единство превратилось в важный фактор не только для региона, но и для Евразии. Вот что вы думаете вот об этом сотрудничестве, которое действительно превратилось важный фактор даже мирового значения? Да, безусловно, это так. Почему? Потому что турецко-азербайджанские отношения не только имеют влияние на Южный Кавказ, но и на большее в региональном контексте в евразийском континенте. И особенно на фоне ужесточения геополитической борьбы между Россией и коллективным западом, я думаю, это сотрудничество между Баку и Анкарой, скажем, становится важнее и, как сказать, нужнее, чем раньше даже. И мы это даже конкретно видим в отношении во время визитов лидеров двух стран и подписывает уже новые соглашения, включая, скажем, создание общего азербайджана-турецкого университета в сфере образования вот этого сотрудничества. Но это, как сказать, уже углубление отношений между политических отношений или военных отношений между двумя странами уже отражается на другие сферы, которые более эффективно влияют на мнение народов и так далее. Поэтому мы видим не только укрепление государственных отношений, но и укрепление культурных и гуманитарных связей между Баку и Анкарой, между двумя странами, между двумя народами. И поэтому это также будет влиять, наверное, не наверное, но точно, я думаю, на отношения между другими тюркскими государствами в регионе позитивно будет влиять на это отношение. Поэтому и в любом случае Азербайджан укрепляет свои присутствие, скажем, в Европе, на Ближнем Востоке, через Турцию в сфере энергетики, в сфере политических влияния и так далее. Но, с другой стороны, Турция также через Азербайджан укрепляет свои связи, контакты в Центральной Азии, в общем, на европейском континенте и поддерживает также, в том числе, контакты с Москвой. Я думаю, эти отношения дают свои плоды, и мы именно являемся свидетелями этого процесса. В своем выступлении турецкий лидер также коснулся Азербайджана-армянских отношений. Цитата. Несомненно, мирное соглашение, которое будет подписано между Азербайджаном и Арменией, станет источником мира и новой надеждой в мире и в нашем регионе. С окончанием оккупации Карабаха в регионе открылось историческое окно возможностей. И очень важно, чтобы оно не закрывалось, и Армения должна оценить этот процесс. Какую роль Турция играет в обеспечении всего устойчивого мира и стабильности в регионе Южного Кавказа? Ну, я думаю, после восстановления суверенитета полностью Азербайджана на своей территории, включая Карабах, конечно, в общем, новая парадигма возникла в регионе, на Южном Кавказе. И сейчас уже время подписания или достижения минных договоров или восстановления отношений между всеми странами. И, в первую очередь, это, конечно, включает Азербайджан и Армению. Но дальше, наверное, или параллельно с этим, можем сказать, что Турция и Армения также будут нормализовать свои отношения после того, как Баку и Ереван достигнут какого-то мирного соглашения. Но для этого, в первую очередь, насколько я понимаю, армянское руководство должно пересматривать свою позицию в отношении разблокировки всех коммуникаций в регионе, но включая, в первую очередь, Зенгизурского коридора. И, наверное, здесь, не наверное, но точно знаем, что в этом контексте идут переговоры именно, но пока не достигли какого-то соглашения конкретного. Поэтому, ну, вот Турция играет свою роль, но очевидно, что Турция полностью на стороне Азербайджана, поэтому роль посредничества между Ереваном и Баку в основном или Москва, или западные стороны играют. И только два дня назад азербайджанский президент Ильхам Алиев и армянский коллега его Пашиньян встретились в Умнихе посредничестве именно немецкого премьер-министра Шоулса. Поэтому сейчас вот между Россией и Западом идет именно, как сказать, борьба или конкуренция, так скажем, лучше перехватить инициативу по урегулированию отношений между Азербайджаном и Арменией, чтобы играть ключевую роль как посредника. Но, с другой стороны, на мой взгляд, нам, наверное, лучше вести вот эти переговоры между Баку и Ереваном на двухсторонной основе, потому что, когда больше нерегиональных акторов включаются в процесс, вот эта геополитическая борьба или конкуренция ужесточается и подписание мирного договора затянется. И я думаю, это уже влияет на региональные динамики и даже открывает в какой-то степени возможность какой-то новой напряженности или новой эскаляции конфликта. Поэтому люди договорятся на двухсторонной основе. И Турция может и играет свою роль в этом контексте, поддерживает, с одной стороны, Азербайджан, а с другой стороны, также сохраняет контакт с Ереваном и, как сказать, способствует, так скажем, руководству Еревана или Армении ускорить свои отношения или ускорить свои собережения с западными институтами, в первую очередь, с Евросоюзом и НАТО. Поэтому мы видим в последнее время, особенно в последние месяцы, как ухудшаются отношения между Ереваном и Москвой. Прямо в этот процесс не включен ни Азербайджан, ни Турция. Это хорошо и для Баку, и для Анкады. Я не веду в процессе ухудшения отношений между Россией и Арменией. Но, с другой стороны, придется управлять возможными рисками по процессу ухудшения отношений между Москвой и Ереваном. Потому что, если, на мой взгляд, Армения сильно оторвется от Москвы, это может создать в регионе на Южном Кавказе, в основном в Армении, вакуум безопасности, это может влиять на возможные стратегии Баку и Анкары. Но это может привести к другому конфликту, мы это можем предполагать. Как это может закончиться, я, честно говоря, не знаю. Потому что я, с другой стороны, думаю, что Москва тоже так легко оставить регион не хочет. И, я думаю, не может позволить себе. Поэтому придется управлять возможными этим рисками. И лучше, с одной стороны, Азербайджану и Турции убедить армянское руководство в ближайшее время восстановить эти отношения между всеми странами. А, с другой стороны, разблокировать эти дороги или железные дороги, или разблокировать коммуникации в регионе. Но, наверное, в любом случае придется и Баку, и Анкара координировать свои позиции в отношении Армении, насколько оказывать давление или, скажем, убедить армянское руководство и так далее по этому вопросу. Потому что вакуум безопасности в регионе может вредить не только Армении, а еще другим странам. Потому что мы не можем сейчас предполагать так ключевые западные страны в лице США, например, могут реагировать на возможный новый вооруженный конфликт в регионе. Ну, в первую очередь, я имею в виду США, но не только США, конечно. Поэтому лучше, как сказать, на двухсторонной основе идти на уступки, убедить армянское руководство в какой-то степени, идти на уступки, особенно по заангельзерскому коридору и по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией. Спасибо большое. Да, действительно, также я хочу добавить, что Реджептай Пардуган призвал третьи стороны предпринять позитивные шаги вместо того, чтобы отравлять процесс. Благодарю вас за ваш комментарий. Я напомню, азербайджанно-турецкие отношения мы обсуждали с кандидатом политических наук Керимом Хасом. Нерешимое братство, поддержка и взаимовыгодное сотрудничество – все это характеризует уровень Азербайджана-турецких отношений, которые носят беспрецедентный характер. Сегодня Азербайджан, восстановивший свой суверенитет и территориальную целостность, выходит на новый этап развития и отношения Баку и Анкары также не будут стоять на месте. О том, что сегодня связывает два братских государства в нашем следующем сюжете. Свой первый официальный визит президент Азербайджана Ильхам Алиев после инаугурации совершил в Турцию. Примечательно, что в июне прошлого года после победы на прошедших в Турции президентских выборах Раджептейб Эрдоган также совершил первый официальный визит в Баку. Теплые отношения между лидерами двух стран многие эксперты называют основой успешных совместных проектов и плодотворного сотрудничества во всех сферах. Как не раз заявляли лидеры обоих государств турецко-азербайджанские отношения сегодня находятся на исключительном уровне, не имеющем аналогов в мире. Они закреплены множеством совместных документов. Поворотным же моментом, который поднял стратегические отношения на уровень союзнических, стало подписание Шушинской декларации. Символично, что подписи под документом лидеры поставили в освобожденном городе Жемчужине Карабаха в июне 2021 года, спустя почти полгода после победы Азербайджана в 44-дневной войне. Тогда лидеры двух стран определили дорожную карту дальнейшего двустороннего сотрудничества. Я думаю, моя личная дружба с президентом Эрдоганом известна не только региональному, но и всему мировому сообществу. И это действительно важный фактор регионального развития и региональной стабильности. Но также хочу сказать, что отношения между народами Азербайджана и Турции основаны на многолетней дружбе и братских связях. Это великолепная основа для развития наших стран и взаимной поддержки. С первых дней, я бы сказал, даже с первых часов Второй Карабахской войны, Турция и ее народы и лидер были бок о бок с нами. Заявление, сделанное президентом Эрдоганом в первые же часы Второй Карабахской войны о том, что Азербайджан не одинок, стало большой моральной поддержкой для нас. На протяжении всех 44 дней войны мы чувствовали поддержку наших братьев. Лидеры двух стран совместно осуществили открытие ряда стратегических объектов, реализовав принципы Шушинской декларации. Ильха Малиев, Раджак Тайпардаган в октябре 2021 года приняли участие в открытии Физулинского международного аэропорта. Главы государств также впервые приняли участие в аэрокосмическом и технологическом фестивале Технофест Азербайджан в Баку. Одним из пунктов совместной декларации стало и сотрудничество в военной сфере, а именно, преобразование азербайджанской армии в модель вооруженных сил Турции. Не случайно азербайджанские и турецкие военные за последние годы провели многочисленные совместные учения. Сегодня, когда Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет над всей территорией страны и вступил в новый этап развития, Азербайджанно-турецкие связи выходят на еще более высокий уровень, ведь перед сторонами открываются новые возможности. После победы в 44-дневной войне, после антитеррористической операции, проведенной Азербайджаном, мы ожидаем, что на эти земли придет стабильность и экономический прогресс, поскольку они снова найдут свое место в исторической реальности. В общем, этого действительно ждет регион и его жители. На повестке дня отношений Турции и Азербайджана сегодня стоят такие вопросы, как единство тюркского мира, транзитный потенциал региона, сотрудничество в энергетической сфере. Отношения Азербайджана и Турции основаны не только на взаимовыгодном сотрудничестве, но и на взаимной поддержке. В трудную минуту, когда юг Турции столкнулся с последствиями разрушительных землетрясений, унесших жизни десятков тысяч людей и оставивших без крова миллионы, Азербайджан был первым, кто протянул руку помощи. Сегодня Азербайджан активно помогает Турции заново строить целые кварталы. Нельзя забывать моральную и дипломатическую поддержку, которые оказывала Турция во время Второй Карабахской войны, когда весь мир ополчился против Азербайджана в его правом деле по освобождению своих территорий. Баку и Анкара также связывают история, культура и общие ценности. Основу этого нерушимого братства в свое время заложил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Его фраза «Одна нация, два государства» пронеслась через года и сегодня очень точно олицетворяет уровень дружбы и солидарности двух народов. Медина Гурбанова, СБС. Своими провокационными заявлениями официальные лица Армении пытаются оправдать деструктивную позицию своей страны. Такого мнения придерживаются политические аналитики. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в очередной раз выступил с высказываниями, противоречащими международному праву. Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде призвал Ереван к прямым конструктивным переговорам. Косвенное доказательство продолжения территориальных претензий Армении против Азербайджана. Так, официальный представитель Азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде прокомментировал заявление премьер-министра Никола Пашиняна. Глава правительства на встрече с армянской общиной в Мюнхене высказался о том, что международная общественность не поддержала право Карабаха на самоопределение. Помимо этого, Пашинян обвинил Баку в якобы нарушении первых восьми пунктов трехстороннего заявления. По словам Айхана Гаджизаде такие высказывания вводят в заблуждение международное сообщество. Слова премьер-министра Армении о том, что право Карабаха на самоопределение не поддерживается международным сообществом косвенно подтверждает тот факт, что армянская страна продолжает предъявлять территориальные претензии Азербайджану. Хотя встреча лидеров Азербайджана и Армении, состоявшаяся по инициативе канцлера Германии, прошла в конструктивной обстановке заявление премьер-министра Николы Пашиняна, сделанные им на встрече с армянской общиной в Мюхене, вызывают сожаления. Кроме того, в МИД призвали к устранению претензий к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в Конституции и законодательных актах Армении. Армянская страна должна понимать, что путь к обеспечению мира и стабильности в регионе лежит через установление отношений с соседними странами на основе подтверждения и уважения территориальной целостности и суверенитета и прямые конструктивные переговоры с Азербайджаном. По мнению политических экспертов, соответствующие высказывания Пашиняна были сделаны в угоду армянской диаспоре. Они противоречат усилиям сторон по достижению мира. Армянские политики всегда придерживались позиций, основанных на территориальных претензиях. В последнее время, следуя указке некоторых западных кругов, они были вынуждены отойти от этой позиции и стали высказываться о признании территориальной целостности Азербайджана. Но последние заявления Никола Пашиняна показали, что официальный Ереван на самом деле не отказался от своих намерений. Подобные шаги вводят в заблуждение международное сообщество. Сохранение такой позиции приведёт Армению к проигрышу. Подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе принципов, признанных международным сообществом, приведёт к стабильности в регионе Южного Кавказа и откроет новые возможности для сотрудничества. В вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений Баку выступает сторонником конструктивных и нацеленных на результат переговоров. Эсмиралиева, Сибиси. Задержки в предоставлении Западом военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта. Об этом говорится в сегодняшней сводке Американского института изучения войны. Отмечается, что затруднения с поставками Киеву артиллерийских боеприпасов и критически важных систем ПВО не позволили украинским войскам продолжить оборону Авдеевки. Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией. Аналитики Американского института изучения войны считают, что это российское наступление может помешать украинским войскам подготовить личный состав и технику для восстановления контрнаступательных операций. Украина пострадает, если просто окопается и будет пытаться обороняться до конца 2024 года, говорится в сводке источника. Россияне пытаются захватить как можно больше украинских территорий, пока весеннее тепло не превратило землю в болото, а Запад не восстановил поставку Украине вооружения в предыдущих объемах. Эти два обстоятельства подгоняют российское наступление. В настоящее время российские силы проводят как минимум три наступательные операции вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности в направлении Купянска и Лимана, в Авдеевке и вокруг нее и в районе Работина на западе Запорожской области. Ранее президент США Джо Байден обвинил Конгресс во взятии Авдеевки Россией. Во время телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Байден заявил, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом из-за нехватки боеприпасов. В свою очередь Владимир Зеленский в ходе традиционного виде обращения к народу заявил, что сражение продолжается. При этом украинский лидер вновь выразил надежду на предоставление помощи со стороны Вашингтона. Впрочем, украинские аналитики общественность разделяют мнение своего президента. Эксперты связывают падение Авдеевки исключительно с фактором снарядного голода, который в целом считается временной и решаемой проблемой. Ф-16, который обещали нам еще год назад, мы все еще не получили и мы не можем отбивать нападение России. Россия, которая значительно имеет больший потенциал в формате армии. Больше войск, больше техники, больше снарядов, больше бомб. Также Россия достаточно активно обходит санкции и пополняет свой военный потенциал. Поэтому, если мы в ближайшее время не получим снаряды, самолеты и все, что нам обещали, к сожалению, нам будет очень сложно обороняться. У Украины нет иной альтернативы, кроме как дожидаться нового пакета помощи от Запада, в частности, со стороны Соединенных Штатов. Последние до сих пор не могут поддержать Киевость за разногласия между демократами и республиканцами. Между тем, как отмечают эксперты, успех в Авдеевке дал российским войскам преимущество на других участках фронта. После того, как в Минобороны подтвердили полное взятие пригорода Донецка в Авдеевке, стало известно о продвижении российских войск и на Запорожском направлении. Конечно, освобождение в Авдеевке – это огромный успех армии России. Прежде всего, потому, что это снизит возможность украинской армии давить на население Донецка. Дело в том, что Авдеевка, это, по сути, дело, часть Донецка, находится сразу за кольцевой дорогой, и поэтому из Авдеевки это ближе всего было обстреливать центр Донецка, жилые кварталы Донецка, Ясиноватый, тоже это крупный город рядом с Донецкой, который является частью этой Донецкой агломерации. И обстреливать можно было дешевыми арселедерическими снарядами. А сейчас такой возможности у украинской армии уже не будет. Как сообщили Мина обороны России, за минувшие сутки на Авдеевском направлении были отражены девять атак ВСУ. Кроме того, как сообщают ведомстве, российские военные продвинулись на расстоянии от 100 метров до полутора километров на участке линии соприкосновения около Вербового и Работина. Сарвинас Гаджалиева, Фарид Адилов, CBC. Европейские лидеры начали обсуждать создание структур, которые смогут дополнить или заменить собой НАТО. Североатлантический альянс наблюдает за политикой в Вашингтоне и видит слабость президента Джо Байдена, опасаясь возвращения в Белый дом Трампа, который угрожает традиционным трансатлантическим отношениям. Бывший американский лидер Дональд Трамп предпринимает попытку заложить основу для выхода Вашингтона из Североатлантического альянса. Такое мнение высказал бывший помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Опасения глав европейских стран подстегнули слова экс-президента США о том, что он поощрял бы гипотетическое нападение третьих государств на одну из стран НАТО. Эти заявления заставили политиков переосмыслить обязательства Вашингтона перед ними. Аналитики утверждают, что США не намерены покидать НАТО. Они только хотят оказать давление на европейские страны. Не думаю, что Соединенные Штаты когда-либо серьезно думали о том, чтобы выйти из НАТО. Это не в их интересах. И ну это просто это просто все эти замечания это просто оказание давления на европейских партнеров, чтобы они принимали эти угрозы, исходящие из не более серьезно. И тратили на оборону столько, сколько ну как имеется по подписаниям НАТО с 2006 года. 11 февраля Дональд Трамп на встрече со сторонниками в Южной Каролине напомнил об обещании не помогать при нападении России неплатищим странам НАТО. Его жалобы на то, что США приходится оплачивать оборону других стран вызвали отклик не только среди сторонников Трампа. Согласно опубликованной статистике НАТО, военные расходы США в 2023 году составили около 3,5% ВВП. Британия потратила более 2%, тогда как Германия, Франция, Италия и Испания оказались ниже согласованного порога в 2%. По словам экспертов, замечание Дональда Трампа о больших затратах Европы на вооружение армии пойдет им только в пользу. За последние 30 лет в Европейском Союзе царила такая атмосфера мира и спокойствия, что нам не надо тратить на оборону, нас в любом случае защитят Соединенные Штаты, а на оборону пусть тратит Америка. И эта политика привела к тому, что сейчас страны Европы и страны Европы, которые входят в Североатлантический Альянс, они намного слабее, чем они были во время Холодной войны. После 2022 года настолько увеличились затраты европейских стран на оборону, потому что они поняли, что это их слабое место и это опасность для Европы. Ранее экс-президент США Дональд Трамп выразил недовольство деятельностью НАТО и в случае победы на ноябрьских выборах пригрозил выходом Вашингтона из Североатлантического Альянса, если европейские партнеры не будут нести большей финансовой ответственности за собственную безопасность. Его высказывания по-прежнему остаются крайне опасными, учитывая, что и НАТО и западный мир в целом переживают непростое время. Эльнур Гаджиев, CBC. Председатель Еврокомиссии Урсула фонделяйр собирается сегодня объявить о намерении баллотироваться на новый срок. Об этом заявило немецкое издание Билд. Урсула фонделяйр заняла должность председателя Европейской комиссии в 2019 году, став первой женщиной в истории Европейского Союза на этом посту. Действие ее мандата заканчивается в конце 2024 года. Тем временем немецкие СМИ сообщали, что фонделяйр рассматривалась в качестве одного из кандидатов на пост генсекретаря НАТО. На посту главы блока ее готовы были поддержать. В Вашингтоне, однако, данную идею заблокировал канцлер Германии Олаф Шольц. Он считает, что антироссийская позиция главы Еврокомиссии может в будущем стать причиной дополнительных проблем для Альянса. Президент Бразилии Лула де Сильве приравнял бомбардировки сектора газа со стороны Израиля к преступлениям Адольфа Гитлера в отношении евреев во время Второй мировой войны. В ответ на это премьер-министр Израиля Бениамин Нитаньяху назвал подобные заявления пересечением красной линии. Являются ли слова первого лица Бразилии намеренной критикой или неосторожной формулировкой и о том, как они повлияют на отношения Бразилии с Израилем нашим следующим материалем. Выступая на пресс-конференции в Эфиопии президент Бразилии Лула де Сильве сравнил бомбардировки газа со стороны Цехал с политикой Адольфа Гитлера по окончательному решению еврейского вопроса во время Второй мировой войны. Де Сильве указал на игнорирование западных стран происходящего на Ближнем Востоке, осудив прекращение финансирования ими Ближневосточного агентства ООН БАПОР для помощи палестинским беженцам. Примечательно, что предыдущие заявления Лула де Сильве также были направлены на критику действий мирового сообщества в отношении конфликта на Ближнем Востоке. Ранее, в ноябре 2023 года ООН, сопоставив ситуацию в Газе с войной в Украине, указал на введение США и странами ЕС санкций в отношении России, в то время как в ситуации с Израилем эти меры так и не были приняты. То, что сейчас происходит с палестинцами в Газе не имеет никаких параллелей в истории. Такое происходило лишь однажды, визать евреев. Очень смешно сегодня смотреть на богатый мир, объявляющий о приостановке поставок гуманитарной помощи палестинцам. Мне остается только догадываться о политической осведомленности этих людей и о том, насколько сильна их солидарность в том, чтобы не замечать то, что в Газе идет совсем не война, а геноцид. Это не война между солдатами, а бойня, подготовленная вооруженной армией против и женщин, и детей. Эти обвинения не могли остаться незамеченными официальным Тель-Авивом. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху назвал заявление главы Бразилии постыдными, подчеркнув, что какое-либо принижение Холокоста и сравнение действий Израиля с гитлеровской Германией расцениваются как пересечение красной линии. В связи с этим министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац опубликовал в социальной сети их заявление о решении вызвать посла Бразилии в МИД для объявления ему представления. «Я не думаю, что всё это приведёт к разрыву отношений, как это произошло между Израилем и Турцией несколько лет назад, когда две страны отозвали своих послов. Между Израилем и Бразилией всё-таки существует крепкое сотрудничество, в том числе и в военной сфере. Более того, Израиль поддерживает хорошие отношения с другими странами Латинской Америки, поэтому разрыв отношений с Израилем явно не в интересах Бразилии. У предыдущего президента Бразилии Жаэра Болсонару были безупречны отношения с Бениамином и Таняху, а заявления нынешнего президента Лулы да Сильвы скорее являются просто попыткой оправдать надежды своего электората. На 60-й конференции по безопасности, прошедшей в Мюнхене, военный конфликт на Ближнем Востоке между Израилем и Хамас стал одной из центральных тем панельных обсуждений. В своём выступлении президент Израиля Ицхак Герцег заявил, что первостепенным условием для прекращения войны в секторе газа и дальнейшего образования палестинского государства является предоставление надёжных гарантий безопасности гражданам Израиля. Абухай Джафарова, Си-Би-Си. Ну и переходим к новостям экономики, которые продолжит моя коллега Анастасия Панарина. Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер, Талия. Вот сейчас об главных экономических темах прямо сейчас в рубрике «Финтаймс» и «Карбарен». В связи висита президента Ильхама Алиева в Анкару уместно вспомнить, что Турция ведущий партнер Азербайджана. Экономические связи двух стран с годами только укрепляются. Так, на долю Турции приходится по итогам прошлого года 15% общего внешне торгового оборота или 7 миллиардов 650 миллионов. Эта цифра будет расти и дальше благодаря действующему между Баку и Анкарой преференциальному торговому соглашению. Азербайджанский экспорт приблизился к цифре 5 миллиардов 360 миллионов долларов. Импорт из Турции превысил 2 миллиарда 290 миллионов долларов. Две братские страны связывает и Южный газовый коридор, по которому в прошлом году Азербайджанам экспортировано 23 миллиарда кубометров газа, в том числе в Турцию 9,5 миллиардов кубометров или более 40%. Также одним из новых совместных проектов Азербайджана и Турции является строительство газопровода Игдыр-Нахчеван. Азербайджан и Турция договорились провести дополнительную энергетическую ветку, точнее газопровод из турецкого города Игдыр в Нахчевань. Эта договоренность была заключена и строительство данного газопровода началось в прошлом году и завершение планируется в этом, которое обеспечит как интеграцию газораспределительной системы Нахчеванской автономной республики в систему газопоножения Турции, так и с другой стороны будет способствовать экономической интеграции экономики Нахчеванской автономной республики и Турецкой республики. Новым направлением сотрудничества в транспортной сфере стал проект железной дороги Карс-Нахчеван, который можно рассматривать как ветвь среднего коридора. Кроме того, развивается и сфера инвестиций. Азербайджан вложил в экономику Турции 20 миллиардов долларов, а Турция 15 миллиардов. На сегодняшний день Турецкая республика является мировым лидером в сфере туризма. Как отмечает Эмин Мамедзаде, в этом направлении есть достаточно большой потенциал сотрудничества, в рамках которого Азербайджан может перенять ценный опыт. И, конечно же, традиционным направлением для турецкой экономики является туризм, где мы тоже можем иметь определенное сотрудничество. Учитывая опыт наших турецких коллег, мы могли бы в Азербайджане, особенно на территории недавно освобожденных деоккупированных территорий, создать обширную сеть различных форм и видов туризма. Здесь опыт наших турецких братьев будет бесценен. Зангизурский коридор имеет альтернативу, заявил в интервью хюрия от министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Ураоглу. Он указал, что Азербайджан продолжает вести строительные работы по маршруту. Кроме того, был проведен тендер для Нахачивана и турецкой стороны. По словам министра, восстановление или реконструкция 106-километровой дороги является предметом переговоров. Вы знаете о работах, проводимых на этом маршруте, проходящем через территорию Армении. Его протяженность составляет 43 километра. Но если возникнут какие-либо проблемы со стороны Еревана, то альтернативным станет маршрут, проходящий через Иран. Баку контактирует с Тегераном по данному вопросу. Таким образом, существуют две альтернативы, и обе находятся на рассмотрении. Раню Рауглу выразил надежду на то, что строительство Зангизурского коридора потребует около пяти лет и завершится к 2028 году. Как отмечал министр, Зангизурский коридор имеет стратегическое значение, и благодаря этому маршруту будет обеспечена прямая связь Турции с Азербайджаном, Тюркскими республиками и Дальним Востоком. В Азербайджане стоимость товаров, ввезенных в рамках таможенной процедуры для внутренней переработки с последующим экспортом в прошлом году выросла на 85%. В то же время число компаний, использующих эту процедуру, увеличилось на 77%. Данная таможенная схема создает удобные условия для ввоза определенных товаров, предназначенных для переработки и дальнейшего экспорта. Под перерабатывающими операциями подразумевается подготовка, обработка, переработка и ремонт товаров. Внутри страны в основном востребованы два последних направления. Таможенная процедура применяется для развития перерабатывающей промышленности и сферы услуг, а также стимула для экспортной деятельности. На сегодняшний день в правила размещения товаров под специальную таможенную процедуру внутренней переработки внесен ряд изменений. В результате них предприниматель получил возможность импортировать сырье или материалы из любой страны и экспортировать их покупателю в любую страну на основании договора заказа и договора купли-продажи. Кроме того, отменено предоставление обязательного обеспечения уплаты таможенного долга. Также упрощен процесс оформления документов для получения разрешения на использование процедуры. Анализ обращений по таможенной процедуре хозяйствующих субъектов показывает, что отмена гарантийных требований в мае 2022 года привела к более активному использованию этой процедуры. При этом, в прошлом году, после того, как была создана возможность использовать данную схему на основании договора купли-продажи, к процессу подключились новые предприятия. Минэкономики отмечают, что предприниматели могут обратиться за процедурой в государственный таможенный комитет напрямую или через местные органы. Правительство Франции вынуждено пересмотреть свои прогнозы роста экономики в сторону снижения. В связи с этим, Парижу предстоит включить режим жесткой экономии государственных средств. Так, 10 миллиардов евро планируется сэкономить на сокращении расходов министерств. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Брюно Лемер. По его словам, оценка правительством экономического роста на текущий год была в 1,4%. Сейчас прогноз пересмотрят до уровня в 1%. При этом, Лемер отмечает, что в нынешней ситуации необходимо учитывать геополитический контекст. Он включает российско-украинский конфликт, события на Ближнем Востоке, а также замедление экономики в Китае и рецессию в Германии, которые способны еще больше обвалить французскую экономику. Франция ждет тяжелые дни ближайшие два квартала минимума. Действия агрария фермеров, нехватка продуктов питания. Это 10 миллиардов то, что они экономят. В первую очередь, скорее всего, на мой взгляд, из них 7 миллиардов будет перенаправлена помощь Украине. Германия 10 миллиардов обезвелось, Франция 7 миллиардов, вот так и дальше. Что будет с ростом экономики? Я не думаю, что более чем 2-2,5% будет годовым исчислениям. Одним из трендов современной экономики стало развитие отрасли полупроводников. Она сейчас имеет ключевое значение в глобальном хозяйстве. В последние годы многие страны сделали значительные инвестиции в этот сектор. Отрасль микроэлектроники характеризуется высоким уровнем конкуренции. И в последние годы многие ведущие технологические страны стремятся развить собственное производство полупроводников. Так, недавно Министерство экономики, торговли и промышленности Японии объявило о планах инвестировать 1 миллиард 600 миллионов долларов в выпуск полупроводников японской киокси и американской вестерн-диджитал. В 80-е годы Япония была главным производителем чипов, однако позже уступила позиции таким игрокам, как Тайвань, Южная Корея и Китай. Сейчас страна восходящего солнца намерена укрепить свои позиции на этом рынке. Для этого Япония должна создать обширную производственную базу на своей территории, что обеспечит стабильность высокотехнологической промышленности. Мы надеемся, что эти крупномасштабные инвестиции принесут широкий экономический эффект, включая подъем региональной экономики и повышение заработной платы. Надеемся, что Япония и Соединенные Штаты будут работать вместе, чтобы взять на себя ответственность за производство полупроводников, в которых нуждается мир. Это имеет важное значение с точки зрения обеспечения экономической безопасности. Помимо Японии, в развитии данной отрасли сильно заинтересована и Южная Корея. Под столицей начинается строительство чипового кластера, который может ещё более укрепить позиции Сеула в производстве микропроцессоров. В то же время проект поспособствует снижению зависимости западных производителей от Китая. Главными движущими силами станут крупные южнокорейские компании Samsung Electronics и Hynix. Они намерены до 2047 года инвестировать в эту отрасль 428 миллиардов евро. Как отмечают эксперты, данную тенденцию можно расценивать как ответ на изменившийся расклад в мировом рынке. В результате конфликта между Соединёнными Штатами и Китаем по тайваньскому вопросу возникает проблема того, что производство чипов на Тайване, даже если и останется на том уровне, то есть и сегодня Тайвань производит порядка 80% всех мировых чипов в электронике. То есть это невероятно высокий показатель. Может произойти просто проблемный взрыв в экономиках стран, которые связаны с чипами из Тайвани. Именно поэтому, например, Япония предполагает вложить порядка полутора миллиардов производства чипов. Именно поэтому корейцы сейчас инвестируют в производство чипов. Не говоря уже во Вьетнаме, в Малайзии и так далее. В целом в мире сейчас происходит чиповая гонка. Полупроводниковая отрасль стала одним из приоритетов развития промышленности множества стран. О планах вкладываться в производство полупроводников объявила не только Япония и Южная Корея. В США приняли специальную программу Chips & Science. Она предусматривает государственную поддержку в 52 миллиарда 700 тысяч долларов на строительство заводов по выпуску чипов. Один из новых заводов будет принадлежать компании Samsung с инвестициями в 17 миллиардов долларов. О схожих планах в прошлом году объявил Евросоюз, где в производство полупроводников будут направлены 43 миллиарда евро. Кроме того, израильская компания самикондактор предоставила правительству Индии предложение о строительстве заводов по производству чипов стоимостью 8 миллиардов долларов. Ну что ж, к этому часу у нас пока все. Мы будем дальше следить за ходом событий, как в мире, так и в регионе. К этому часу у нас все. До встречи в вечернем выпуске. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин